ДОМИНИОН Принято. Не покидайте судно до прибытия эскорта. Сложите оружие и ждите дальнейших указаний. ДОМИНИОН Спасибо, что доставили ее. Я не хотел бы поднимать шум. Итак, это ты. Адмирал Хорнер. Расскажи, что ты помнишь? Я... Я сбежала с неизвестной базы. Недоминенской. Что это было за место? Как я там оказалась? Нола, несколько месяцев назад ты и трое других призраков пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь? Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой защитники человечества. Тебя обвиняют в измене Доминиону тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер! К нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нола, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить присягу. Но тебе придется доказать свою верность. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. И всем снова привет. С вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем прохождение новое. Капитан, доложите, что происходит на поверхности? Трудно сказать, сэр. Зерги заражают планету. Их главный улей расположен в горах неподалеку. Зерги стали атаковать слишком часто. Доминион никак не может оправиться. Но такого еще не было. Адмирал, я могу атаковать зергов, пока они будут пробираться по этим ущельям. Чем меньше дойдет до базы, тем дольше мы продержимся. Неплохо. Мы построим для тебя аванпост в горах и выделим отряд головорезов. Они экипированы паучьими минами. Используй войска с умом, и тогда мы выберемся отсюда живыми. Я поняла. Ну что ж, как я уже сказал, мы продолжаем прохождение. И давайте посмотрим, что мы получим. Это визор дальнометра увеличивает радиус обзора новой и дальность атаки при использовании оружия дальнего боя. И второе, это суперстимуляторы восполняют здоровье боевой единицы и временно повышают скорость атаки и передвижения. Эй, Нова! Пока ты не отчалила, взгляни на снаряжение, что мы для тебя припасли. Пока его мало. Но ты же всяко найдешь что-нибудь со временем. А, вот еще что. Свой выбор ты всегда можешь изменить. Так что дерзай, пробуй. Втянешься в процесс, будешь выглядеть прям как я. Разве не здорово? Да, с одной этой железной рукой вообще офигенно просто. Ну так что, давайте посмотрим, что вам дали. Визор призрака, маскировочный костюм. В общем, данные, которые я здесь написано, читать не буду. Потому что это просто статичные, так сказать, данные. Буду читать только те, что вот здесь написано. Итак, визор призрака с помощью визора призрака получает наиболее важную оперативную информацию в ходе выполнения задач. Каждый визор также снабжен системой датчиков, что позволяет призраку всегда быть в курсе происходящего на карте. Так, этот костюм используется призраком для выполнения наиболее опасных заданий. Его оптимизированная энергетическая структура позволяет непрерывно находиться в режиме маскировки без затрат всеванной энергии. Импульсная граната. При взрыве импульсной гранаты происходит локализованный выброс энергии, поражающий противников в небольшой области, что позволяет призракам эффективно действовать в закрытых помещениях. Светошумовая граната. Технология производства светошумовых гранат древнее самой конфедерации, однако их по-прежнему широко используют в войсках Доминиона. Взрыв такой гранаты легко уводит из строя противников в большой области. Так, карабин. Универсальная винтовка. Позволяет с одинаковой эффективностью вести бой как на дальних, так и на средних дистанциях. Это усовершенствование в версии стандартной С-10, превосходящее ее по всем показателям. Адский дробовик. Это оружие спроектировано для нанесения максимального урона пехоте. Боеприпасы взрываются внутри адского дробовика и поражают ударной волной и осколками всех, кто окажется в секторе перед стрелком. На мой взгляд, топовое оружие это дробовик и гранаты. Ну, я попробую сейчас взять слепые снайперские винтовки и посмотреть, собственно, что из этого выйдет. Дробовик у нас наносит 100 урона легким и 50 обычным, а снайперская винтовка наносит с урона 125. То есть она все-таки круче, но настолько ли она эффективна, насколько мне кажется. Если нет, то где-то в середине задания я, скорее всего, поменяюсь на дробовик и гранаты, и уже тогда буду нормально играть. Вот. Ну, как поменяюсь, естественно, вы поняли, о чем я. Естественно, просто перепройду еще раз до этого момента, но для вас это будет выглядеть, как я просто поменялся. Итак, поехали. Давайте посмотрим, что нас ждет. Вот. Я сделал вывод, что все-таки дробовик и гранаты более топовые. Мы заняли позицию и готовы выдвигаться. Нова, пока не забыл. У свона кое-что есть для тебя. Я тут работаю над новым костюмом. Его бы испытать, а? Маскировку пришлось убрать. Но зато ты сможешь прыгать, как головорез. Ну, как тут откажешь? Ну да, Нова теперь стала, извините меня, железным человеком. Я отправила сигнал тревоги императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Ага. Хорошо, ну раз надо, значит продержимся. Что тут будем делать? Давайте посмотрим. Надо немножко минеральчиков подобывать и всего остального, в принципе, тоже. Думаю, что не сильно сложно. Проставляем немножечко минки. Я тут уже фейлился, так что попробуем пройти нормально. Надеюсь, что у меня это в этот раз-таки получится. Ну, а если нет, то перепройду все-таки с дробовиком. Потому что дробовик, он действительно хорошо, качественно работает. Спросите, кстати говоря, почему дробовик? Очень легко на этот вопрос могу ответить. Кто не в курсе, к слову говоря, да, то есть почему у меня еще заодно как раз-таки Керриган именно стоит. И почему я сказал, что он тоже призрак. Ну, потому что это так и есть, это во-первых. А во-вторых, помимо всего прочего, в первой книге, которая была посвящена вселенной Старкрафта... Так вот, в первой книге, которая была посвящена вселенной Старкрафта, мы могли, собственно, увидеть как раз-таки Керриган, прочитать о ней, и узнать о том, как раз-таки, что она была именно довольно неплохим. Секундочку. Вот. И могли узнать, что она была довольно-таки неплохим ГОСТом, собственно говоря, призраком. Ну так вот, к чему я? В том как раз, в этой книге она как раз-таки ходила с дробовичком наперевес. Естественно, у нее была снайперская винтовка. Выкладывай! Так, еще одна группа идет с востока. Вот, но давайте попробуем, кстати, построить вот эту штуку. Не знаю, мне она обычно не пригождалась. Я, в принципе, доходил почти каждый раз до конца задания, но обычно в конце задания меня немножко убивали. Ладно, что я хотел сказать? Что я хотел сказать, это то, что... Давайте попробуем с вами немножечко все это дело сделать. Ну что-то я чувствую, что самую малость без гранат здесь прям очень туго. Очень туго. Потому что слепые фактически не помогают. Нет, они, конечно, может и интересные. Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. Медики-то хорошо, давай подлечим. Так вот, к чему я? Давайте сделаем уже так, чтобы все было хорошо и, надеюсь, пройдем эту миссию нормально. Я не думаю, что у нас возникнут сильно большие сложности, поэтому все будет хорошо. Ладно, что касаемо, кстати говоря, Керриган, очень советую почитать вообще эти книги по этой вселенной. Они замечательные, очень классные. Там как раз-таки... Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. Там как раз-таки можно познакомиться со всеми персонажами. Я думаю, что вам это тоже понравится, поэтому советую. Серьезно, советую. И посмотрим, давайте, как они на наш минг сейчас напорятся. Нет, не будут они напороться. Напоролись, видимо. Надо вот сюда перегруппироваться. Я думаю, вы оставайтесь здесь, в центре. И попробуем застанеть. Еще так как-то... Знаете, такое ощущение, что ничего особо сильно не изменилось. И просто мы как бы потеряли большую часть дружественных войск. Ни хрена это, в общем-то, не круто. Новая атака. Отмечаю координаты противника. Надо попробовать построить реактор. Я думаю, что это надо будет сделать как можно быстрее. Вообще, сейчас что-то я куплю. Ночь, все дела. Так что это нормально. Я думаю, что вы на меня не сильно будете обижаться за это. Давайте сгруппируем опять войска. Попробуем здесь их встретить. Раз мы немножечко купим, когда пытаемся кого-то убить другими способами. Бамс, бункера опять нет. Пол нашей армии тоже нет. Замечательно. Нужно помощь. Так вот, собственно, к чему я нифига у меня не получилось в итоге со снайперской винтовкой. Поэтому продолжаю все-таки с дробовиком. И так, где закончили, там и продолжим. Собрала здесь небольшой отрядик. В принципе, более-менее, я думаю, нормально будет. Сейчас кинем в них гранатку. Бамс. Долбанула. Выстрелила. Всех запрыгиваем наверх. Уничтожаем плёточку. Быстренько. Отлично. Залпом. Уничтожаем эту хрень. Уничтожаем последних собачек. Оставляем минки, пока есть возможность. Да, разорители штука довольно опасная. Главное, просто действительно не попадать под вот эти вот их снаряды. И тогда всё будет, в принципе, зашибись. И если же мы будем попадать, будет не очень хорошо. Но, в принципе, с ними особых проблем как раз не возникает. Основные проблемы возникают с другими существами, которых ввели такие из первой части. Скоро вы их увидите. Вам они, я думаю, понравятся. Но единственный минус, они немножко не такие, какие были как раз в первой части. Не понесли мы особых потерь. Особых, по крайней мере. Это просто замечательно. Давайте устроим реактор. Потихонечку будем сейчас стягивать всех наших юнитов. Я думаю... Хорошо. Я думаю, что мы будем делать мобильный отряд всё-таки наших дорогих ребят. Расставляем миночки. Потихонечку здесь и здесь. И давайте пытаемся убить их. Бамс, гранатка. Ой, нова, 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 нова. Куда ты? Моя женщина. Так, давайте, давайте, давайте. Единственное, кстати, в вот этой миссии малость не хватает газа. Эта проблемка небольшая. Не очень сильная, просто чуть-чуть не хватает газа. Слышимость отличная. С этими разобрались. Самое время подготовиться к следующей атаке. Вижу надзиратели возле ущелий. Думаю, они перевозят подкрепления. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска. И присмотри места, где можно построить бункеры. Нам пригодится дополнительная огневая поддержка. Поняла. Угу. Ну давайте построим тогда вот здесь вот бункер. И попробуем перебить как раз-таки оверов. Если есть такая возможность, конечно, у нас. Так, идите добывайте минералы потом. Отлично. Жду подтверждения. Так, где оверы? Я оверов почему-то здесь не вижу. Ближе к делу. Раз. Надо будет сейчас подобрать его. Отчетливо, потому что я оверов уже убил. Слышимость отличная. На базу я точно не пойду. Я пока не дурак. Так, давайте пройдем дальше. Я обо всем позабочусь. Какова ситуация? У нас становится все больше наших дорогих ребят. Прокачаем броню. Ох, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. И вот старые добрые осквернители. Правда, немножко проблема в том, что они действительно защищают от урона, а не отравляют ваших юнитов. Если помните, у вас осквернители в первой части, если мне не изменяет память, это были именно они. Я не помню, как они назывались, к сожалению. Но шутка юмора была в том, что если они вас атаковали, то у всей вашей армии оставался один хп или сколько-то. То есть, ну, вас можно было убить только так. Поэтому осквернители были довольно опасны. Здесь они скорее делают... Так вот, здесь они скорее дают вот такое, знаете, читерское небольшое бессмертие. Не то, чтобы это прям так круто, но... Тем не менее. Ладно, расставляем минки, как обычно. Я думаю, что это нам поможет. Почему-то мне кажется, что они по другой линии пойдут, то это значит, что мне нужно успеть расставить вот здесь вот минки. Они здесь все успеют сделать. Замечательно, запрыгиваем обратно. Нет, они пошли как раз по вот этой части. Ну да, ё-моё-моё. Вот, к сожалению, не всегда расконтраливаются мои юниты в этом плане. Приновенько немножко. Ну ладно. Черт, успела их добить. Это тоже не очень хорошо. Ну, естественно, она едва держится. Я, кстати, из-за вот этого момента потерял очень много из-за того, что просто не убил. Я думал, наши оружейные лаборатории расположены в надёжных местах. Но зергии до них добрались. Не волнуйся, я уже близко. Да, сейчас я схожу на лабораторию, построю эту крючку лучше. Так, давайте попробуем помочь. Вот здесь вот газ поможет. Да, вот здесь вот газ есть, отлично. Так, построим ещё парочку реперов. И переключимся, поставим минки. То есть, нам это чем-нибудь поможет. Пытаемся заманиться до людей. Не сильно много заманил, но нам, в принципе, хватит более или менее. Так, отходим. Какие-то минки вырываются. Замечательно. Замечательно. Уничтожаем плётку. По-моему, я что-то как-то здесь очень хреново сделал, потому что потерял дохрена народу. В принципе, нормально. Я не сказал, что здесь безопасно. Бери всё. Всегда знал, что ты, девчонка, не промах. Девчонка? Серьёзно? Я обо всём позабочусь. Так, отлично. Вынесли вот большую часть из этих ребят. Не дали гиблингам прям всем влететь как надо. Нет, всё-таки влетел гад. Ну да ладно, верхнюю часть волны мы, в принципе, более-менее разбили. Осталось сделать то же самое с нижней. Сейчас мы верхнюю сначала так разобьём. Отлично. Заразитель этого убили. Всё нормально. Ого, ого, ого. Чуть-то как-то она больно немножко. Я думаю, что мы разобьём всё равно, ребят. Не так их здесь много. Не так уж много. Надо только аккуратно сделать. Танк прям шикарен. Красавчик танк. Всё, разбили. Отлично. Отлично сработали. Противник побеждён. Надо бы подхилиться. Какие-то мы малость куцаные. И знаете что? У нас как-то с Виспеном прям вообще капитальные проблемы. Я думаю, что мы сейчас будем дозаказывать маринов, потому что реально хреново всё. Вот реально хреново. По крайней мере, пока что. Так. Виспенчик ещё возьмём. Замечательно. Закажем ещё риперов. И так, наверх понятно, я уже не заберусь. Ну да и хрен с ним. Всё, позабочусь. Смерть на пороге. По атаку пошли ультралиски. Тебе лучше поспешить. Так. Мобильный отряд я в принципе сделал. Положись на меня. Вы, ребята, идите в бункер. В принципе, тоже идите в бункер. Вообще, давайте сделаем так, чтобы шестьянин сюда шли. Хотя нет. Всё, не надо. Так. Смерть на пороге. Поехали. Доп-марины. Ближе к делу. Дописываем их. Блинничку. Уже в пути. Минус один, отлично. Ай-яй, нова куда? Нового, нового, нового. Возвращайся назад. Слышу тебя хорошо. Но ещё главное, если использовать скилл, иногда вылетает почему-то это. Нам приближается что-то большое. Надеюсь, ты готова. Почему-то вылетает в выделение юнита. То есть я нового, например, выбираю, она уходит из выделения. Так, к нам приближается, говорят, что-то большое. Интересно, что бы это могло быть. Потому что, я честно говоря, это что-то не знаю. Давайте рассадим сюда маринчиков немножечко. Замечательно. Так, подхилились и поехали смотреть, что же там такое большое-то. Так, что это? О-о-о, это ультрал. Фу, ультрал, это бруталист. А чё у меня? Брутальный такой чувачелло. Очень, так, он походу прям за мной будет гоняться, да? Значит, надо как-то аккуратнее. А нет, смотрите, там медик побивает. Так, давайте, моя мега-армия. Убейте, бруталист, я знаю, вы крутые. Не, на самом деле, куча вот такая риперов, она может кого угодно убить при желании. Я надеюсь, что это действительно будет так, как надо. Ну, посмотрим. Залп с друговика, кстати, похуже, чем с гранатой, но одного рипера потерял. Креновенько, но не критично. Так, хватит сносить мне строение, сволота. Умри. Всё. Адмирал, надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Я вот тоже на это надеюсь. Твоя помощь ценна и своевременна. Я вот тоже на это надеюсь очень сильно. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас. Нова! Противник собрал все оставшиеся силы для последней атаки. Ты должна задержать их! То есть мне что, 4 минуты продерживаться с вот этой вот фигнёй, да? Да, то есть это вы прикалываете, что ли? То есть вот этой вот кучке я должен продержаться до конца. Вы шутите. Так, ладно, давайте заминируем им здесь всё. Хотя бы на одном участке. Просто вот всё в минах сделаем. На втором уж как-нибудь отобьёмся. Проходим. 36 мин. Давайте. Эти мужики! Мужики, давай! Мочи! Отлично. Бум! А я что по-твоему делаю? Вот чем я потом занимаюсь, а? Так, бум. Адмирал Хорнер, над позициями зергов появляются крейсеры. Но это не флот императора. Что? Мне это не нравится. Нова-нова-нова-нова. Нова-нова. Тихо, бум. Тихо-тихо-тихо. Всё, да? О, отлично. Они передают что-то в эфир. Сейчас подключусь. Зерги всегда представляли угрозу. И сегодня войска императора в очередной раз показали свою беспомощность. Они не смогли защитить население Борин. Но защитники человечества всегда на страже. Мы сделаем всё возможное для вашей безопасности. Адмирал, они прислали нам сообщение. Давай послушаем. Это планета под нашей защитой. Передайте нам призрака и покиньте её. Или нам придётся принять меры. Чёрта с два. Нова, отводи войска на нашу базу. Они не смогут нас остановить, пока бьются с зергами. Придётся встретиться с императором в другом месте. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось. Ну и что я могу сказать. Всем спасибо и пока-пока. Удачи, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok